Добрый день. Динокуб или X-куб или X-дина это простейшая угловращательная головоломка, которую легко можно собрать интуитивно, но на ее основе создано еще большое количество более сложных головоломок, поэтому данное видео будет в качестве источника фундаментальных знаний, на которые можно будет ссылаться в других туториалах. Также Динокуб с недавних пор стали собирать на чемпионатах по спидкубингу в качестве неофициальной дисциплины, поэтому я покажу некоторые моменты, которые помогут ускорить сборку. Динокуб выпускается различными производителями, но на мой взгляд наиболее удачная модель от компании Chiima Fangia, которую я и буду использовать в этом обучающем видео. Головоломка имеет всего 12 элементов, они все двухцветные, будем называть их ребрами. Вначале я сказал, что Динокуб это угловращательная головоломка, да, действительно вращается как бы угл, но самого элемента угла, по крайней мере на внешней поверхности, нет. Но если присмотреться, то вот он угол внутри, в данном случае он желтый. Вокруг него происходит вращение, но он одноцветный и его собирать не нужно. Нужно лишь правильно расположить вот эти 12 ребер. Особенностью головоломки является то, что у нее более одного собранного состояния. А в данном случае мы видим, что здесь стандартная расцветка, как у кубика Рубика. То есть мы видим белый, красный, зеленый, далее оранжевый, синий и на противоположной грани желтый. То есть шесть цветов, шесть сторон, все как у кубика Рубика. Если же мы возьмем два вот таких экземпляра, то здесь уже видно белый, зеленый, здесь красный, а здесь оранжевый. Дальше синий, и здесь оранжевый, здесь красный. Напротив опять же желтый. То есть порядок отличается. Здесь стандартный, как на кубике Рубика, здесь другой. На самом деле изначально из коробки они были одинаковой цветовой схемой. Суть в том, что одинокуб позволяет безболежно поменять два противоположных цвета. То есть белый и желтый можно поменять местами, так же как синий и зеленый. И в собранном состоянии мы получается можем встретить два вида цветовой схемы. Этого не стоит пугаться, этим можно пользоваться. Обе цветовые схемы предполагают собранное состояние головоломки. И на официальных соревнованиях, в качестве неофициальной дисциплины, можно собирать и так, и так. Для того, чтобы собрать одинокуб, нам по сути потребуется всего один алгоритм. И он называется пиф-паф. Наиболее похожее движение мы делали уже на пирамидке. Опускаем правую часть, опускаем левую часть, поднимаем правую часть, поднимаем левую часть. Вот этот пиф-паф меняет местами три элемента. В данном случае вот эти три. Если рассматривать одинокуб, то этот пиф-паф будет выглядеть следующим образом. Вращаем на себя правый уголок, вращаем на себя левый уголок, правый от себя, левый от себя. И меняется местами вот эти три ребра. А я напомню, что все 12 элементов, которые необходимо собрать, это ребра. Они имеют два цвета. Вот этот пиф-паф мы будем использовать в различных вариациях. При помощи обратной комбинации можно обратно собрать одинокуб. То есть правый пиф-паф и левый пиф-паф. Те же самые движения, но начинаем слева. Первым делом на головоломке мы собираем одну сторону. Давайте по обыкновению начнем с белой. Вот у нас есть одно белое ребро. Смотрим, можем ли мы рядом с ним поставить еще одно белое. Ну, к примеру, вот это. Нехитрым поворотом у нас это получается. Третье находим. Легко ставится. И остается четвертое, которое, если вот в один поворот ставить, оно будет что-то разрушать. Ну, а здесь нам уже потребуется делать какие-то дополнительные движения. Вот на примере последнего четвертого белого ребра мы рассмотрим все возможные ситуации, которые могут здесь возникнуть. Предположим, что вот эти три белые ребра у нас находятся как бы снизу. Нам нужно вот это четвертое поставить на это место. Наиболее удобной позицией у нас является вот это, либо вот это, либо вот это. То есть, либо сверху спереди, либо сверху справа, либо сверху слева. Если у нас располагается ребро над своим местом, то есть сверху спереди. Мы поднимаем правый нижний уголок, вставляем сюда белое ребро и возвращаем на место. То есть, как бы неполный пиф-паф мы делаем. Повторим. Вот у нас белое ребро находится сверху. Нам нужно его поставить вот сюда вниз. Мы поднимаем правый нижний уголок, вставляем сюда ребро и опускаем вниз. Вот у нас все четыре ребра на месте. Аналогично с этой же позицией мы можем вращением левого нижнего уголка сделать вот так. Вставить сюда ребро и вернуть на место. Да, и так же у нас четыре соберется. То есть, кому как удобнее. Позиция сверху справа мало чем отличается от позиции сверху спереди. Опять у нас три снизу собраны. Мы поднимаем правый нижний уголок, вставляем сюда ребро, вставляем его не отсюда, а отсюда и опускаем. Если у нас находится сверху слева, да, три опять на месте, то мы делаем то же самое, но зеркально. Вращаем левый нижний уголок. Вставляем сюда ребро и опускаем. Вот первая сторона собрана. Если последнее белое ребро у нас располагается справа спереди, то мы просто можем поднять его либо сюда, либо из этой же позиции сюда. К тому как удобнее. А отсюда уже дорешать. Аналогично, если слева спереди. Можем поднять либо сюда, либо сюда. И отсюда уже дорешать. Поднимаем, вставляем, опускаем. Нетрудно догадаться, что если у нас опять же три ребра собраны, и мы четвертое находим справа сзади, то в одно движение мы можем привести в удобное положение. Аналогично, если ребро находится слева сзади. Три опять так же стоят. То есть, в один поворот. И сюда устанавливаем. Отсюда можно поднять, вставить и опустить. И осталась одна позиция. Это сзади, сверху. Но тут опять же можно перевести либо сюда, либо сюда. И отсюда дорешать. Если при сборке первого слоя у вас первым же движением не получилось поставить два ребра рядом, то ничего страшного. Оставшиеся два также можно будет установить, но просто чуть дольше. К примеру, для того, чтобы поставить ребро вот сюда, мы ищем ближайшее ребро белого цвета. Вот оно. Он находится в удобной позиции. И вот такими тремя движениями устанавливаем на место. Переходим к этому. Здесь аналогично. Стоит отметить, что сейчас мы не обращали внимания на цветовую схему. То есть, если мы изначально придерживаемся расцветки кубика рубика, то есть белый, оранжевый, синий, красный, то за этим стоит следить. К примеру, у меня стоит бело-оранжевое ребро. Если я поставлю рядом с ним бело-зеленое, то это будет не так, как на кубике рубика, на котором, если белый обращен к нам, после оранжевого должен здесь идти синий. То есть, в данном случае нам надо было проигнорировать зеленое, поискать синие, и какими-то движениями его сюда привести. После чего уже собирать красное и зеленое, которые мы переводим в такую позицию, и отсюда устанавливаем на место. Но, как я уже сказал, здесь можно не следить за этим и собирать то, что проще, поскольку все равно потом у вас динокубь соберется. После сборки первой стороны мы собираем ребра второго слоя. Их четыре, и они вот стоят вертикально. Понятно, что здесь нужно просто по цвету сопоставить нужные элементы. Когда мы ставим первое ребро, тут вообще проблем никаких нет. Мы просто поближе подводим к месту и ставим на место. Конструкция головоломки не позволяет поставить вот это ребро в другой ориентации. Поэтому просто ведем ближе к своему месту и ставим. Дальше. Идем по кругу. У нас здесь должен быть красно-зеленый элемент. Ищем его. Раз, два. Два хода устанавливается на место. Идем дальше. Здесь должен быть зелено-оранжевый. Видим его вот здесь. Но с правой стороны пока ничего не собрано, поэтому свободными движениями просто поближе переставляем. Так, три ребра собрали и осталась четвертая. И вот один из случаев, когда нет никаких трудностей. Просто берем этот элемент и ставим на место. И все четыре ребра стоят на своих местах. Рассмотрим ситуацию, когда у вас, к примеру, уже два ребра собраны по диагонали. И вам нужно поставить вот сюда еще одно. Оно может быть либо последним, либо третьим. Если посмотреть сзади, здесь сейчас ребро стоит, но его может и не быть, и ситуация в корне не меняется. То есть вот у нас одно не собранное и еще одно не собранное. А два каким-то образом собрались. То есть, если мы будем вращать вот эти углы, то мы будем разрушать ребра, которые стоят на своих местах. Ну и рассмотрим все случаи, которые здесь могут быть. Вот место, где должно стоять зелено-оранжевое ребро. Если оно находится либо здесь, либо здесь, то в один поворот мы его спокойно ставим на место. Если слева, то вот так. Здесь трудностей никаких. Если он находится где-то сзади, вот, например, слева, сзади, то на это место мы можем поставить его при помощи следующих движений. Повернуть вот этот уголок, вставить сюда наше ребро, вернуть это движение и вернуть это движение. По сути, мы сделали тот самый пиф-паф. Давайте повторим. Вот место нашего ребра, вот оно стоит здесь. Мы сначала подводим место, вставляем сюда ребро, возвращаем это движение, возвращаем это движение. Так делать можно. Но если присмотреться, то можно понять, что вот это первое движение здесь лишнее. То есть, если мы его не сделаем, то ничего, по сути, не поменяется. И это ребро все равно встанет на свое место. Обратим внимание. Вот такая ситуация. Здесь зелено-оранжевого ребра нет. Оно находится вот здесь. Я сразу ставлю зелено-оранжевое ребро вот в эту позицию, вставляю на свое место и просто возвращаю вот этот ход, чтобы восстановить положение вот этого ребра. И вот у нас всего лишь три хода. Аналогично, если у нас требуемое ребро находится справа-сзади, то мы можем повернуть вот этот правый верхний уголок, поставить ребро на место и вернуть правый верхний уголок на место. Для того, чтобы опять вот это ребро вернулось в свое положение. Ну и самая неприятная ситуация, когда зелено-оранжевое ребро, которое должно находиться вот здесь, находится по диагонали сзади. Ну, на самом деле это не так страшно. Мы просто поворачиваем вот этот задний уголок и приводим ситуацию к одной из двух предыдущих. В данном случае ребро оказалось справа-сзади. Таким образом, мы поворачиваем этот уголок, вставляем ребро на свое место и возвращаем. Если мы будем рассматривать именно последнее ребро из четырех ребер второго слоя, три у нас собраны и нужно поставить вот это на место. То есть, здесь все те же ситуации, кроме той, когда у нас вот это ребро находится сзади, потому что сзади уже место занято. Если тут и тут мы просто в один ход ставим, если сзади тут или тут мы делаем три движения, поворачиваем, вставляем на место и возвращаем. При сборке ребер третьего слоя может возникнуть всего четыре ситуации, две из которых зеркальные. Например, вот такая. У нас есть два ребра, у которых желтый цвет направлен вверх. Помним, что белый у нас был в начале снизу. И два ребра, которые неправильно ориентированы. Как я уже говорил, головоломка не позволяет находиться ребру на своем месте в неправильной ориентации. Поэтому нетрудно гадаться, что вот эти ребра стоят не на своих местах. Помимо этих двух, у нас еще одно из тех, которые желтые, тоже стоит не на своем месте. В данном случае вот это желто-синее. И тут мы как раз вспоминаем тот самый пиф-паф, который показывал в начале. Я показывал два пиф-пафа. Один правый, другой левый. В данном случае, если при вращении вот этого уголка у нас оранжевый цвет совмещается с остальными оранжевыми, то значит мы будем делать правый пиф-паф. Если бы у нас зеленый цвет при вращении вот этого уголка совмещался бы с зеленым, то мы бы делали левый пиф-паф. То есть, к этому очень легко привыкнуть. Главное посмотреть на цвет. Видим, что оранжевый при вот таком движении у нас станет как бы на свое место. Значит, мы будем начинать делать с правой стороны. Важно заметить, что желтые ребра должны находиться сзади слева либо сзади справа. Из других положений мы в данном случае пиф-пафы делать не будем. Справа и сзади при левом пиф-пафе, если бы зеленый совмещался здесь с зеленым. Слева и сзади при правом пиф-пафе. В данном случае оранжевый совмещается с оранжевым. Ну и делаем правый пиф-паф. Правая, левая, правая, левая. И гололонг собирается. Зеркальная ситуация, когда нужно делать левый пиф-паф. Мы видим, что опять же вот этот оранжевый при движении вот этого уголка совместится с этим оранжевым цветом. Значит, нужно делать левый пиф-паф. Проверим. здесь синий. При вот таком движении у нас не совмещает цвета. Значит, не то. Возвращаемся. Оранжевый. и вот Дина-куб собран. Еще раз покажу разницу в этих ситуациях. Вот у нас как бы одинаково все располагается, но на правом Дина у нас при движении правого уголка зеленый совместится, а на левом при повороте зеленый станет рядом с синим, что нам не нужно. поэтому на правом Дина мы будем делать правый пиф-паф, а на левом Дина мы сделаем перехват и отсюда сделаем левый пиф-паф. Теперь красный будет совмещаться с красным. Помимо предыдущих двух есть еще две ситуации, одна из которых выглядит вот так. Сверху у нас нет ни одного желтого треугольника, они все находятся сбоку. Белый цвет по обыкновению у нас находится снизу. В этом случае можно никак ничего не определять, а просто сделать пиф-паф. Причем любой, кому какой удобнее, что правый, что левый. я сделаю правый. После чего мы приходим к предыдущим ситуациям. В данном случае мы пришли к необходимости сделать правый пиф-паф. Видим, что вот этот синий цвет будет совмещаться с этим. То есть ситуация, когда наверху нет желтого цвета, решается через два пиф-пафа. Также есть ситуация, где наоборот все желтые треугольники находятся сверху. Но если мы присмотримся, а ребра стоят не на своих местах. В этом случае мы опять же делаем произвольный пиф-паф. Я сделаю правый и приходим к одной из первых ситуаций. Видим, что синий не совместится с этим зеленым. Поэтому перехватываем и видим, что да, еще один правый пиф-паф. Главоломка собрана. Я показал все ситуации, которые здесь возможны, но, как и обещал, покажу небольшие ускорения для некоторых этапов. Случай, когда у вас вот такая ситуация, когда желтая сторона собрана, но ребра стоят не на своих местах, то из любого положения можно сделать правый пиф-паф, сделать перехват Y' ну или налево, и сделать еще один правый пиф-паф. то здесь можно даже не определять, это всегда будет так. В случае, если вам удобнее делать левый пиф-паф, то можно сделать левый пиф-паф, сделать зеркальный перехват, и еще один левый пиф-паф. Главное сделать два однотипных пиф-пафа и перехват между ними. В случае вот такой ситуации здесь можно сразу прогнозировать какой второй пиф-паф у вас будет. В данном случае, если мы сделаем пиф-паф слева, то мы первым движением совместим оранжевый с оранжевым. Доделаем пиф-паф и выйдем на ситуацию, когда мы сделав один перехват, понимаем, что здесь нам этот пиф-паф не подойдет, приходится сделать второй, после чего мы можем сделать правый пиф-паф. В данной ситуации нам приходится делать двойной перехват, что неудобно. Это в случае, если мы первым движением совмещаем цвета. Если мы из подобной ситуации будем делать тот пиф-паф, который не совместит эти цвета, то ситуация будет немножко проще. В прошлый раз мы делали пиф-паф, который совместил цвета и пришли к двойному перехвату. Сейчас делаем по-другому. Зеленый синим не совмещается. Делаем пиф-паф и нам достаточно сделать один перехват и делаем еще один пиф-паф. Причем, если мы делали первый пиф-паф правый, то перехват будет Y. Если как в данном случае мы первый пиф-паф сделаем левый, то перехват будет Y'. И будет тот же самый пиф-паф. И все собирается. Поэтому в такой ситуации, когда ничто не собрано, я рекомендую делать тот пиф-паф, который не совмещает цвета. Если вы сделали левый пиф-паф, то перехват будет в эту сторону и опять будет левый пиф-паф. Так будет быстрее, но это на мой взгляд. Сделаю еще сборку с объяснениями, где покажу некоторые фишки, которые я использую. Вот такой скрамбл. Понятно, что головоломку можно начинать собирать с любого цвета, и чем больше цветов вы освоите, тем проще вам будет. Ну я покажу пример сборки именно с белого. Вижу один белый, вижу второй белый, сразу присматриваюсь вот третий белый, но четвертый где-то уже по пути найдем. В два движения ставятся вот эти два. Я стараюсь не ставить элементы напротив друг друга, чтобы проще было доставить остальные. Вот так установилось и ищем четвертый. Он находится вот здесь, в очень неудобной позиции, поэтому переводим сюда, белый нас тем временем снизу, поднимаем, вставляем, опускаем. Вот нас белая сторона уже собрана, собираем остальные. Сразу видим, что зелено-оранжевый и здесь зелено-красный. Делаем движение такое и сразу вот такое. Но замечаем, что синий-красный у нас стал вот так нехорошо. И отсюда доставать, чтобы ставить на это место будет неудобно. Поэтому я предварительно это просчитав, мог не сразу поставить зелено-красный, а вот на этом этапе сначала поставить синий-красный, а потом уже зелено-красный. И вот уже три ребра будут стоять на месте. Ну, а четвертая поставится легко. Ну, в итоге мы приходим на ситуацию через правый пиф-паф и динокуб собран. Главонг можно собирать как на весу, так на столе, кому как удобнее. Вот последний этап уж точно на столе надо делать, удобнее делать пиф-пафы. Ну, на весу это тоже возможно. Если собирать весь динокуб на столе, то можно белый слой держать не снизу, а перед собой. И выполнять все то же самое, но немножко другой проекции. Также еще достаточно частая ситуация, которая встречается. Нужно поменять два ребра местами. Ну, это второй слой, белый насобран, сзади два ребра собраны, и нужно вот эти два места им поменять. По стандартам мы бы подняли вот это ребро и поставили бы его сюда. И потом вот это ребро отсюда переставляли сюда. Да, можно. вот так это все сделать. Столько движений на это потратить. Но можно сделать и по-другому. Переставляем вот это и вот это. Поднимаем зелено-красное, вынимаем отсюда синий-красное, ставим сначала синий-красное на место, а потом уже зелено-красное. слегка короче. Ну и отсюда можно уже дособрать. Давайте повторю. Вот меняем два вот этих ребра. Поднимаем зелено-красное, поднимаем синий-красное, опускаем синий-красное и вот с этой стороны опускаем зелено-красное. Все это интуитивно и на самом деле можно еще много фишек здесь найти, просто если немножко просчитывать свои движения. Причем на этапе принспенции можно много просчитать и во время самой сборки. То есть делать такие ходы, которые впоследствии приведут к более изящному решению. При желании едино-куб можно собирать достаточно быстро. Те, кто хорошо собирает рейди-куб достигают здесь времени 5-6 секунд. У меня получалось примерно 10-12 секунд в среднее время. Тренируйтесь и все у вас на этом все. Всем спасибо. Всем пока.